Девушки отдыхают 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 одежда. Сори и Рику встречают загадочного молодого человека, которого сопровождают Зэмнос и Энсом соответственно. Трое злодеев дают предупреждение Сори и Рику и пытаются сыграть на их слабости, однако они продолжают путешествие по реальности сна, несмотря на это. Открыв семь скважин сна в различных мирах, Сори и Рику пытаются вернуться в реальность свет, но оказываются в мире, которого никогда не было, бывшую штаб-квартире организации 13. Сори снова сталкивается с молодым человеком, который говорит, что он молодой мастер Зэнанорт, пришедший из прошлого, а затем узнает истинное назначение организации. Каждый из ее членов должен хранить в себе осколок сердца Зэнанорта, таким образом превратив себя в его клона. Сори сражается с Зэмносом, но его поглощает тьма, хотя сердце Вентеза внутри Сори покрывает броней его тело, чтобы защитить его. Тем временем Энсим встречает Рику и открывает ему правду. Все то время Рику путешествовал по стам Сори, подобно Пожирателю Снов. Рику побеждает Энсима, а затем попадает в истинный мир, которого никогда не было. Рику отправляется в замок организации 13, а король Микки, узнав, что Зэнанорт что-то замышляет, идет вместе с Рику. Объявляется старый мастер Зэнанорт и объявляют, что он создает новую организацию 13, состоящую из него самого, его воплощение с других времен и носители его сердца. Мастер Зэнанорт планирует натравить 13 искателей тьмы на 7 стражей света, чтобы снова предпринять попытку создать кик-клинок. Мастер Зэнанорт пытается вселиться в спящего Сора, но его спасает Ли, возродившийся в качестве обычного человека Аксель, член первой организации. Зэнанорт и члены организации возвращаются в свои времена, обещая, что когда придет время, они сразятся. Рику возвращает спящего Сора в загадочную башню Кенсиду, а затем проникает в подсознание Соры и освобождает его из брони Вента, задержимый Кошмар. Затем Рику попадает в виртуальную копию Островов Судьбы, где встречается с цифровой копией Энсима Мудрого. Энсим дает Рику данные, которые он записал в сердце Сора, чтобы помочь им спасти тех, кто связан с сердцем Соры. Вернувшись в реальность света, Рику объявлен Янсиду мастером Ключ Клинка, а Сора нет. Не расстроившись из-за своего фиаско, Сора возвращается в реальность сна и благодарит духов. В секретной концовке игры Янсид и Король Миги обсуждают план Мастера Зэнанорта. Янсид решает, что нужно собрать семь обладателей Ключ Клинков, чтобы опротивостоять новой организации 13 и защитить Принцесс Сердце, чтобы предотвратить создание Киклинка. Инсид просит Рику привезти к нему Кайри, чтобы обучить ее владеть Ключ Клинком. Но также неожиданно оказывается, что Ли тоже является мастером Ключ Клинка. Главными героями являются Сора и Рику. Они проходят экзамен на звание Мастера Ключ Клинка в реальность сна. Злодеем служит молодой Зэнанорт, впервые появившийся в Кингем Хатсбург Баслип в качестве секретного босса, а также два его возвратившихся воплощения – Ансима Искателя Тьмы и Зэмноса. Некоторые бывшие члены организации 13, вновь ставшие людьми, играют роль в сюжете, в частности Лея, бывшей когда-то Акселем. Как и в остальных играх серии, здесь появляются диснеевские персонажи. Важен в сюжете Микки Маус, являющийся королем замка Дисней. Однако, кроме того, он появляется еще и в двух воплощениях в реальности сна. В качестве мушкетера из мультфильма «Три мушкетера» Микки, Дональд и Гуффи и ученика-чародея Йен Сида из «Фантазии». Аналогично можно встретить Дональда и Гуффи. Малефисента и Пит возвращаются в качестве злодеев. Из серии Final Fantasy можно встретить только мудуглов. Однако, впервые в серии есть персонажи не из Final Fantasy или диснеевских мультфильмов. Это персонажи из игры The World Ends With You, Неку Сакураба, Сики Мисаки, Джошуа, Бит и Рифма. Дизайном которых, так же, как и персонажи Ким Ихаса, занимался Тетсу и Намура. В качестве противников, подобно бессердечным, несуществующим и неведающим, из других игр серии в данной игре выступают пожиратели снов. Существует два типа пожирателей снов. Духи, добрые пожиратели снов, которые создают хорошие сны. И кошмары, злые пожиратели снов, питающиеся хорошими снами и распространяющие ночные кошмары. Как и в предыдущей игре серии Kingdom Hearts 3 Drop Distance, является экшен-РПГ. Игрок управляет Сорой или Рику, переключения между двумя персонажами существляются следующим образом. Существует шкала падения, которая со временем пустеет. Когда шкала полностью пустеет, управление переключается на другого героя. Шкалу можно заполнять, используя специальные предметы. Кроме того, игрок может поменять персонажа вручную, находясь вне боя. Когда игрок побеждает противников, он собирает очки падения, которые можно тратить на различные бонусы при переключении персонажей. Боевая система в основном такая же, как и в Bird by Sleep. Игрок выбирает несколько способностей, которые будут в меню. А затем, выбирая эти способности в меню, использует их в битвах. Тем не менее, на введении также присутствуют. К примеру, непрерывное движение, позволяющее отталкиваться от снефтия, крутиться на столбах и скользить по трубам. Во время использования непрерывного движения, можно использовать специальные удары. Появилась функция смены реальности. Ее игрок может использовать на некоторых объектов или ослабленных противников. После ее активации, для ее срабатывания нужно пройти небольшую мини-игру, которая в каждом мире своя. Игра совместима с Circle Pad Pro, дополнительным аналоговым стиком, который можно подключить к Nintendo 3DS. Здесь он служит для управления камерой. Одно из наиболее значимых нововведений в Dream Drop Distance – это возможность приручать монстров и заставлять их сражаться на своей стороне. Пожиратели снов являются основными противниками в игре, но существует под вид пожирателей снов, именуемые духами. Духов можно создавать из осколков снов, зачастую добавляется предмет или заклинание. Чем больше осколков снов было использовано в синтезе, тем сильнее получается дух. Каждого персонажа может сопровождать по три духа, из которых два активные сражаются, но их можно заменить в любой момент времени. Пока они бьют противника, заполняется шкала связи между ними и персонажем. Если шкала заполнена во время игры за ссору, то он использует особую атаку, задействующую духа. А если во время игры за рику, то он временно сливается с духом, тем самым становясь сильнее и приобретая новые способности. Игроки могут играть с духами, используя специальные карточки с изображением на них QR-кодом для дополнительной реальности, входящей в комплект игры. При прохождении игры за ссору или рику, сюжет игры немного отличается. Чтобы перемещаться между мирами, персонаж должен пройти уровень, где он падает, по туннелю. И чтобы его пройти, должен выполнить задание. Набрать нужное количество очков, победить врагов за отведенное время или уничтожить босса. В данном режиме ссоры и рику могут атаковать противников, замедлять свое движение или уворачиваться от атак. Можно также подбирать заклинания, которые можно использовать в данном режиме. Если игрок проваливает цель или у персонажа заканчивается очки жизни, то приходится переигрывать уровень заново. Невошедшего контента в TripDropDistance было очень мало. Например, QueenBuzzerFly. Это должен был быть Пожиратель Снов. По неизвестной причине его не оказалось в игре. Также должен был быть Кроличий тип Пожирателей Снов. Об этом узнали в одном из книг Ультимания. Этот Пожиратель Снов должен был сражаться, используя морковку, появляющуюся из земли. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance была также издана в составе бандла Kingdom Hearts 10th and Rarsery Box, в который также вошли Kingdom Hearts 258,5 дней и Kingdom Hearts Recorded. Цена составила 15 тысяч йен. Татсуэн Амур утверждал, что к данной игре не будет выпущена улучшенная версия Final Mix, как это было с Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 и Birth by Sleep. В Америке вышло ограниченное издание игры Mark of Mastery, куда также вошли 20 иллюстраций, карточки для дополненной реальности, позволяющие открыть новых Пожирателей Снов и футляр для Nintendo 3DS. Срок между выходом игры в Японии и западной локализацией был самым коротким для серии, однако в отличие от Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 и Birth by Sleep, западная версия Dream Drop Distance не отличается в планке контента от японской. Карточки были включены в ограниченные издания, чтобы западные игроки могли воспользоваться теми бонусами, что доступны только в Японии. Как и по другим играм серии, в мае 2012 года Square Enix создала книгу из серии Ultimania по Dream Drop Distance, где содержалась дополнительная информация по сюжету, игровому процессу и истории разработки. По мотивам игры вышла Ранобе с авторством Тамоку Канамеки, а иллюстрации рисовал Сиро Амана. 28 июня 2012 вышла первая книга Сайт Сора, а вторая книга опубликована 27 сентября того же года. На пресс-конференции с Кеджи 2015 Square Enix анонсировала Kingdom Hearts HD 2.8. Final Chapter Prelogue для PlayStation 4. Выход игры состоится в 2016. В сборники будут входить Kingdom Hearts HD 3 Drop Distance, ремейк Kingdom Hearts 3D с игровой платформой Nintendo 3DS, Kingdom Hearts Chi, Back Cover, новый HD-фильм, который повествует о таинственной истории и предсказательной, свяжет и воедино все ранние кусочки истории Kingdom Hearts, рассказанные в Kingdom Hearts Chi. Вдобавок, это будет происходить за 100 лет до первой части Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Birth By Sleep 0.2 A Freakmentary Passage, которое все-таки является долгожданным Birth By Sleep Volume 2. Совершенно новый игровой эпизод, который расскажет о новых приключениях Аквы после событий Birth By Sleep и подведет историю Kingdom Hearts 3. Если верить последней информации, то Намра окажут все 10 лет в Царстве Тьмы. Но, поскольку в Царстве Тьмы время идет гораздо быстрее, чем в Мире Света, для Аквы пройдет меньше 10 лет. История расскажет о встрече Аквы с королем Микки, о которой тот умалчивал. Как вы помните с основной истории, король Микки некоторое время пребывал в Царстве Тьмы. Также это будет прологом Kingdom Hearts 3, и можно сказать, что с ее концовки начнется история Kingdom Hearts 3. А также длина этого эпизода будет равна типичной планете в Kingdom Hearts. Пока точная дата выхода сборника неизвестна, но игра точно будет выпущена в 2016 году. 10 июня 2013 года на конференции Sony на выставке E3 был показан тизер Kingdom Hearts 3, подтверждающий разработку игры для PS4. А также на следующий день подтвердилась информация, что игра впервые посетит консоль Microsoft Xbox One. А на D23 Expo Japan 2013 был показан геймплей игры. Игра очень отличается графически, но мне, если честно, нравится старое графическое исполнение. А уже на E3 2015 был показан новый трейлер, в котором нам показывают молодого мастера Зенанорта и мастера Иракуса, играющих в шахматы и обсуждающих войну Кейблейдов. А также показывающие геймплей Kingdom Hearts 3, также демонстрирующие новый мир, основанным на Рапунзе. А до выставки Sketch 15 было анонсировано, что в игре появится мир на основе мультфильма «Город героев» Big Hero 6. Все, что мы знаем о сюжете Kingdom Hearts 3, это только то, что Сора, Дональд и Гуффи попытаются найти семь стражей света и ключа к возвращению сердец, в то время как Рику и король Микки ищут предыдущих обладателей ключей и клинков, для того, чтобы расстроить планы мастера Зенанорта по нарушению баланса света и тьмы. Наконец, история серии Kingdom Hearts окончена. Все, что я знал об этой серии, я вам рассказал, за исключением мобильной Kingdom Hearts Key и Kingdom Hearts Unchained, из-за отсутствия информации. Ну, если вам понравилось это видео и эта серия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал внизу. А с вами был Влад Леджер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok